ЗООПАТРУЛЬ В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагманвет» спасли сотни животных. Вот одна из таких историй. Бездомный пес Сеня, чье место обитания поселок Прибрежный, стал мишенью для человека, взявшего в руки оружие. Неизвестный стрелок выпустил в Сеню и его четвероноких братьев несколько пуль. Среди бела дня мне звонит подруга и говорит, что лежит истекает кровью собака в районе 10 утра. Суббота, день, кто-то стрельнул. Огнестрел, не огнестрел, сейчас вот пулю достали. Есть заключение. Сейчас пойдем в милицию писать заявление. Уже не первая собака. Месяц назад нашли с таким же ранением. Тоже сегодня экспертизу забрали собаку. И через где-то минут 20 позвонили, сказали, еще одну собаку подстрелили. Вот в данный момент сейчас ее будем отлавливать, потому что она с пулей ходит. Сеню волонтеры пытались лечить сами. Но сделать укол крупному, почти 40-килограммовому псу, им оказалось не под силу. Поэтому женщины позвали на помощь сотрудников ветеринарного центра «Флагманвет». Сеню отправили в Самару на лечение. А вот забрать второго пострадавшего пса так и не получилось. Животное перестало доверять людям. Ну, я думаю, что теперь доверия от собаки не дождешься. Она напугана, конечно. Человек с ней так обошелся. Выросли здесь вот на рынке. С первых дней подкармливали. А сейчас вот после того, как этот выстрел случился, пес даже ближе на три метра к себе не подпускает. То есть доверия к нам нет. Подойти, конечно, сложно, потому что собака уже шугается у человека и не подходит. Тут нужно уже путем обмана. То есть, например, где-то обойти дом, чтобы с другой стороны шугнуть на тебя ее. И в момент поймать такой, стрельники. Сотрудники ветеринарного центра рассказали, что после того, как Сеня стал жертвой человеческой жестокости, первое время он тоже опасался людей. Он был, конечно, в дичайшем шоке. И он не хотел вообще особо ни с кем взаимодействовать. Мы его тоже побаивались. Все-таки собака непростая. Он весит около 40 килограмм. Его привезли без намордника, без ничего. И нам нужно было проводить какие-то манипуляции с ним. То есть, первое, это сделать обезболивающее, вколоть антибиотики. Но с уколами он, конечно, не очень подружился, воспринял нашу идею недружелюбно. Сейчас, после того, как из раненого бока ветеринары извлекли пулю, Сеня чувствует себя хорошо. Он перестал бояться людей и ластится даже к незнакомым людям. Весной, когда станет тепло, пса, уже чипированного, отвезут в прибрежный. К сожалению, в поселке это уже не первый случай, когда люди стреляют по собакам. Мы уже рассказывали об Аркадии, которая лишилась нижней челюсти из-за того, что в нее попала пуля. Сегодня она живет в ветеринарном центре, так как не может обходиться без человека. Безусловно, прибрежный – это зона, где это происходит постоянно. Там по какой-то неведомой причине люди любят это делать именно из окон. И в 20-м, и в 21-м году эти случаи были, и люди обращались с жалобами, что пули пролетали буквально около их ноги, или около их ребенка, или около их домашней собаки. Проводились баллистические экспертизы, было установлено орудие, из которого стрелял человек. Волонтеры, а в прибрежном их много, поделили поселок на зоны ответственности. Под патронажем каждого зоозащитника находятся несколько бездомных собак, которых они подкармливают, а если требуется, оказывают посильную медицинскую помощь. Практически все животные – стерилизованные, привитые и чипированные. К людям относятся очень доброжелательно. Все они нам тут родненькие. Марта, Гриня, Малой, Сеня, Веня, которые вот пострадали совсем недавно. Бим, тоже за день зашивали лапу, ездили. Малышка, дружок. Ну, очень много. Желающие стать хозяевами сени или другой собаки, а может кота, могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. Случаи, когда люди причиняют животным боль, к сожалению, не редкость. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Субтитры создавал DimaTorzok